Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, где мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как управлять своими активами в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео, что делать с иностранными ценными бумагами, акциями американских компаний, российских компаний, которые торговались в депозитарных расписках, потому что все заблокировано, мост между депозитариями разорван, транзакции не проводятся, вообще НРД санкции наложили. Что же делать, на самом деле, в такой ситуации простому инвестору, который покупал акции компании Apple или Фанк, те же самые, они еще и падать могут, да, то есть в свете кризиса и не продать их теперь. Ну, во-первых, друзья, я поздравляю, вы превратились из спекулянтов долгосрочных инвесторов, что, в принципе, не может не радовать, и вы посмотрите, что ничего страшного не произойдет, даже если вы ничего не можете сделать со своими ценными бумагами. Второй момент, это важно, что понять и осознать то, о чем говорит Уоррен Баффет и о чем говорил непосредственно я. Осознать тот факт, что когда вы пришли на фондовый рынок, должна быть не игра, должна быть не рулетка, вы должны смотреть не на конкретные тикеры, не на конкретные рекомендации какого-то блогера, даже пусть этот блогер я буду, да, вы должны смотреть на бизнес-компанию. То есть что произойдет, если у вас технически не будет возможности продать эту акцию на протяжении 50 лет. Хотели бы вы оставаться на протяжении 50 лет акционером этой компании? Чем она вам нравится? Что у нее с долговой нагрузкой? Какое у нее корпоративное управление? Как она взаимодействует с акционерами? Что она делает с акционерным капиталом? Как она управляет своим долгом, да, злоупотребляет левериджем или не злоупотребляет? То есть вы всегда должны держать в голове, а что будет, если я эту бумагу не смогу продать следующие 20 лет? Есть такой хороший вопрос, который я часто люблю сам себе повторять. У нас в семье часто он повторяется, и мной, и супруга, и детьми. И вопрос звучит, как может быть еще лучше. Ну то есть нужно признать, что на эти события мы с вами никак повлиять не можем. Просто задайтесь вопросом, как может быть еще лучше, что еще возможно, чтобы изменить немножко отношение к ситуации. Когда я сам себе задаю эти вопросы, то ответы для меня кроются в следующей плоскости. Почему это происходит? То есть здесь идет некая такая обоюдная игра. Недружественный Запад накладывает санкции на Центральный банк. Основная причина, да, накладывает санкции на Центральный банк. То есть задача ослабить национальную валюту, ослабить рубль. У Центрального банка из рук выбивают инструмент управления валютным курсом. И начинается действительно рост цен, рост доллара. У нас начинают расти импортные товары, которые становятся недоступны для потребителя. Соответственно, Центральный банк для того, чтобы этот удар выдержать, он, соответственно, вводит обратную историю. Говорит, окей, ребят, вы заблокировали нам активы, Центрального банка заблокировали активы. Мы блокируем активы всех вас нерезидентов. То есть если вы покупали акции российских компаний, то если вы являетесь нерезидентом недружественной страны, вы не можете ничего не купить, ничего продать в России. В ответ, соответственно, вводятся санкции. То есть блокируется НРД, вводятся в санкции, транзакции, фактически закрывают путь российским инвесторам, которые покупали иностранные ценные бумаги через российских брокеров, их продать каким-либо образом. То есть получается некий такой узел стягивается. То есть вот этих вот обоюдных санкций происходит стяжка. И он затягивается, затягивается, затягивается. В любом случае нужно понимать, что все проходит и это пройдет. Любые войны начинались и заканчивались. Были победители, были побежденные. В любом случае, как мне кажется, этот узел когда-то в дальнейшем нужно будет распутывать. Раз. Два. Все санкции, которые вводятся, на которые я наблюдаю, я вижу очень такие показательные моменты, что вроде бы затянули, и тут же есть какой-то, ну как бы не до конца. То есть вот можно узел вообще затянуть, что его потом только разрубить можно. А если вот он как бы затянут, но тем не менее ты очень легко его можешь расшить и развести. Здесь, мне кажется, тоже точно такая же история. Деньги будут терять все. Нерезиденты могут потерять. То есть, что важно в этой ситуации? Будут просто договариваться. Договариваться на уровне того, что выпускайте нас нерезидентов, мы, соответственно, позволим вашим гражданам России выйти из иностранных ценных бумаг. И центральному банку, допустим, позволить управлять этим. Когда это произойдет, к сожалению, никто ответить не может. Здесь это будет очень хорошим уроком. Вопрос о том, что вы покупаете, когда покупаете, чтобы даже если пять лет эта ситуация продлится, дивиденды все равно будут выплачиваться. Дивиденды вряд ли куда-либо денутся, особенно если мы говорим об иностранных ценных бумагах. То есть, на уровне законодательном очень сильно все регулируется. Да, все дивиденды будут копиться на каком-то определенном счету. И, возможно, выходы будут найдены. Коллективный Запад ведет себя как Трамп. То есть, Трамп в переговорах всегда занимает изначально очень жесткую позицию. После чего, соответственно, делает полтора шага назад и, в принципе, уступил. Мы, видимо, наблюдаем примерно ту же самую историю. То есть, занимается чрезмерно жесткая позиция, но потом будет опять какой-то шаг назад. Как будут проходить переговоры, никто не знает. Как долго они продлятся, тоже никому не понятно. Поэтому, что делать в текущей ситуации? Ну, во-первых, успокоиться. Во-вторых, понять, что вы на это, к сожалению, повлиять уже не сможете. Посчитать фактический убыток. Очень важно в этот момент. У вас был инвестиционный портфель. И в рамках этого инвестиционного портфеля были куплены иностранные ценные бумаги. То есть, покупка конкретных инструментов, она осуществлялась с позиции достичь какой-то цели определенной. То есть, любой актив в инвестиционный портфель покупается с какой-то определенной целью. И то, что важно сейчас, не фрустрировать по поводу того, что у вас заблокировано. Не говорить, как все плохо и нехорошо, а посмотреть конкретную сумму, которая зависла. Посмотреть, как эта сумма, в принципе, влияет в текущий момент на ваш инвестиционный план. И третье, принять меры к тому, чтобы тот инвестиционный план, который вы для себя делали, нивелировать его какими-то дополнительными факторами. Увеличить активный доход. Инструменты, которые доступны перераспределить на российском рынке ценных бумаг. Если перераспределить на российском рынке ценных бумаг, то в какие акции стоит перераспределять? Кто-то говорит, ребят, я вообще с этим не согласен, да, я вообще буду эмигрировать. Тогда окей, сейчас пришла пора очень внимательно посмотреть на собственный инвестиционный план. На собственный личный финансовый план. Что вы планируете делать с доходами? Что вы планируете делать с расходами? Какой урон эта ситуация нанесла вам в текущий момент? Составить два плана. Первый план, у вас все-таки эти средства будут разблокированы, и вы их получите. И второе, это, соответственно, составить план, а что если это продлится там еще 30 лет? Условно я говорю, да. Ну, то есть, некий такой план Б, апокалиптический, да. Ну, все, нету, списали. То есть, списали на убытки непосредственно. Что в этом случае будете делать? Как вы будете распоряжаться активами? То есть, нужно смотреть на шаг вперед. В случае, если будет разблокировано, будет хорошим сюрпризом. Если нет, вы уже будете делать какой-то план Б. Готовиться к эмиграции, получать новую профессию, получать образование. Думать над увеличением активного дохода. В какой валюте вы этот активный доход получаете. И улучшать навыки коммуникации. Повышение навыков коммуникации – это один из главных элементов повышения ценности человека, да. То есть, повышение активного дохода. Именно эффективная коммуникация с подчиненными, с руководством для того, чтобы достигать в короткие сроки поставленных целей. Как резюме нужно признать, что ничего мы сейчас сделать не сможем. Нужно посмотреть, что в этой ситуации хорошего. Пересмотреть собственный институционный план. Посмотреть, какую угрозу данная ситуация представляет к личному финансовому плану. Лично для себя я списал. Неудобно? Неудобно. Неприятно? Да, неприятно. У меня вообще уникальная ситуация. У меня вообще иностранные ценные бумаги там покупаются по счету супруги. То есть, у меня вроде бы как хорошо, а у супруги там все заблокированы. Но смотрим, что мы можем сделать лучше, какие возможности представляются, какую угрозу это долгосрочным нашему капиталу наносит. Спасает. Ну, то есть, спасает диверсификация по различным классам активов, по различным брокерам, по различным счетам, открытым в разных юрисдикциях. То есть, есть ли убытки? Да, есть. Болезненные ли они? Нет, они не болезненные. И это к вопросу о том, что очень хороший момент – получение опыта. Потому что я знаю, у меня очень много там говорили, что в Россию инвестировать не нужно, это все ерунда. Нужно инвестировать только в акции иностранных компаний. Вот у них там все хорошо, все замечательно, защищают интересы инвесторов. Ну, и мы увидели, что получили. А на самом деле, очень многие люди в это поверили. В то, что хорошо им инвестировать в Америку. Да, с позиции бизнеса все нормально, но есть еще геополитические риски, политические риски. И опять-таки, нужно признать один простой факт. Мы их не знаем, мы ими не управляем. И единственная возможность спать спокойно – это широко диверсифицированный портфель. Также, друзья, подписывайтесь на наш канал, потому что в одном из следующих видео мы поговорим об активах, которые позволят защитить ваш портфель в кризис. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok